Вы очень неприятный человек. Ну да. Меня никто подписывать здесь не будет. В прямом эфире. Привычная для вас потребность. Вы про нее очень много знаете. Вокруг нее не удивлюсь, если крутится, если не вся ваша жизнь, то процентов 70. Скрывать не буду, я больше года употребляю успокоительные. Проблема в том, что вы врете себе. Сейчас? И другим людям врете. У меня внутреннее ощущение, что я в эти моменты ною. Сегодняшняя сессия, наша последняя, я ухожу. Мне неприятно, что ты общаешься, допустим, с своим бывшим, ну там, к примеру, молодым человеком. Чувствования у нас не очень хорошо, правда? Не очень хорошо, да. Здравствуйте, меня зовут Тружковский Андрей. Я бизнесмен и блогер. Я впервые буду общаться с психотерапевтом. И в конце этого общения я дам абсолютно честный и субъективный отзыв по поводу данной беседы. Расскажите, пожалуйста, буквально пару слов о себе и что бы вы хотели от нашей встречи, возможно. Мне 30 лет. Я прежде всего позиционирую себя как мужчина, когда спрашивают, кто ты. Я так воспитан, я так живу. Ну, дальше уже я бизнесмен и как конечная, популярная точка видения людей меня – это блогер. У меня очень много вопросов, действительно очень много. И если бы мы с вами там встречались отдельно, и я бы вам их задавал, я, наверное, был бы у вас самым долгим клиентом. Но поскольку у нас есть лимитированное количество вопросов, то я выписал те, которые меня волнуют здесь и сейчас, и которые, знаете, я составил, едя за рулем, когда ловил себя на мысли о том, что это меня тревожит сейчас. Поэтому вот хотел бы, чтобы вы мне дали свое видение, либо как-то меня направили в том, чтобы я нашел сам ответы. Ну, давайте начнем тогда. Давайте начнем с вашего вопроса, потом посмотрим, что у нас с вами получится. Может быть, я смогу не только и даже не столько отвечать на ваши вопросы, сколько помочь им прикоснуться к чему-то, что даст вам ответы самому. Знаете, мне кажется, что к психологам, психотерапевтам, либо к психиатрам люди приходят, когда действительно либо их заставляют, либо они осознают, что есть какая-то проблема. Скрывать не буду, я больше года употребляю успокоительный, потому что начал замечать, сперва века начало дергаться из-за работы, потом плечо. Ну, то есть у меня нервная жизнь, и все это происходит, потому что я все пропускаю через себя. Любую мелочь, царапина на автомобиле, неудовлетворенный какой-то клиент, какие-то проблемы домашние, бытовые. То есть все абсолютно проходит через меня, и я так сильно по поводу этого нервничаю, что в конечном итоге оно выливается уже, ну, действительно, в медикаментозное вмешательство в виде таблеток. Мне хочется понять, как от этого избавиться, либо первая причина, почему я так реагирую. Потому что есть люди, например, мой родной брат, алло, у нас умерла бабушка, он говорит, я сейчас чуть занят. Ну, то есть вот есть люди, которые действительно нормально воспринимают все жизненные ситуации, а я не такой. А насколько вы в ладу со своей уязвимостью и ранимостью? Потому что внешне я вижу перед собой очень сильного, уверенного в себе человека. В детстве, когда еще был маленьким, у нас во дворе была поговорка. Чем больше шкаф, тем громче падает, да. Я часто встречаю людей, которые внешне выглядят такими сильными, и они являются сильными людьми. То есть сильными, уверены в себе, мощными. С одной стороны, это вроде бы такое публичное достоинство, а с другой стороны, это то, что делает человека более хрупким. Почему? Потому что в этот момент он оказывается еще очень уязвимым. Вот то, что сейчас у меня спрашиваете, вы пытаетесь завуалированно представить свою уязвимость. Слабость, да? Да, я вообще вот такой молодец, но я пропускаю через себя, и даже я такой молодец, как я есть, я сейчас столкнулся с чем-то, что является таким трудным для меня. И тогда у меня вопрос, насколько вы и где вы позволяете быть себе ранимым? Я прям вот подчеркну такое слово, прям ранимым. При общении с моей любимой, раньше девушкой, сейчас женой уже, тяжело привыкнуть, потому что меньше месяца пока что брать. А, меньше месяца хотел спросить. Я только с медового месяца вернулся, да. А, супер, отлично. Вот с ней вообще не могу всегда. Если взять маму, то нет, у нас в основном получается как конфликт, мы с ней очень похожи по характерам. И я думаю, что есть некоторые друзья у меня в окружении, с которыми если мы зацепимся, ну в плане каких-то душевных вещей, то я могу позволить себе расслабиться. Но с друзьями это бывает катастрофически редко, даже не вспомню когда. А с женой могу открыться прям максимально сильно. И не побояться, если меня это ранит, если меня это трогает, я в себе начал воспитывать. Наверное, до года 17-го я просто все носил в себе, огромный рюкзак собирал, а потом высыпал. Это больше жизни своей. Сколько вам лет сейчас? Мне 30. 30? То есть до 28 вы прямо вот так ходили? Да. Вот так вот я жил. Значительная часть людей, вот этих самых больших шкафов, о которых я говорю, это те люди, которые никому не могут плакать. Хотя уж тем более, Женя, здорово, что хотя бы есть такой чувак. А вот тот момент, когда вы это делаете, с чем вы хотите встретиться? Какой отклик от вашей любимой женщины вы хотите получить? Первое — это понимание, а второе — признание, что вот эта слабость у меня происходит конкретно с человеком, который мне дорог. То есть я в жизни не вспомню, чтобы я получил какую-то травму и я плакался. Я в жизни не вспомню, чтобы у меня была критическая ситуация по работе, либо потеря родственника, что угодно абсолютно. Юридические проблемы, физические проблемы, любые в жизни не вспомню, чтобы в этот момент я дал слабинку. А конкретно в эмоционально-любовных составляющих, наверное, именно по этой причине это единственный человек, с которым я могу открыться. Это когда я говорю, что ты мне делаешь больно или мне больно из-за того, что так происходит. И вот в эти вот моменты я могу действительно, ну вот все, я высказываю и я хочу получить поддержку и, наверное, признание того, что да, действительно, ты прав. То есть не просто поддержка, что все будет хорошо, не переживай, а да, прости, да, ты прав. Не понял. А я хочу подчеркнуть именно то место, в котором вы прям вот потерялись, растерянные. Я бы даже подчеркнул сейчас специально такое слово, которое может вызвать у вас ощущение унижения. Но именно это я хочу подчеркнуть, потому что мне кажется, для вас унижение полезно. Я потом, может быть, поясню, что я имею в виду. А шутить можно? Шутить можно? Меня никто подписывать здесь не будет в прямом эфире. Я надеюсь, нам удастся избежать этого. Итак, вот тот момент, когда вы растерянны, и вам хочется, чтобы кто-то другой вас там... Ну вот я, когда растерянный, мне хочется, чтобы меня кто-то утешил или пожалел. А вы говорите о том, что вам хочется вот в этой ситуации разговора с женой, когда она вас поранила, знать, что вы так же правы, и она это признает. То есть снова хотите вы того или нет, но в этой ситуации автоматически вы снова становитесь большим человеком и сильнее. Понимаете? А я бы прям хотел подчеркнуть вот это место. Человек, который так близко, как вы, а это, как я уже сказал, нечастое явление находится к своей чувствительности, уязвимости и ранимости, должен иметь возможность кому-то поплакать. И не потому, чтобы получить признание. Потому что признание, мне кажется, это привычная для вас потребность. Вы про нее очень много знаете. Вокруг нее не удивлюсь, если крутится, если не вся ваша жизнь, то процентов 70. А вот некое утешение, забота, когда кто-то, внимание, хотя бы на это время, больше, чем вы, а вы, соответственно, меньше, чем этот человек. И вот в него прямо, как это? Как завернуться в одеяло. Укрыться, завернуться прямо, ну как в одеяло. Такого человека нет. Вы встречаетесь с собой. Наверное, не было. Наверное, не было. Ну, может быть, мой предыдущий опыт похода к психологу, когда я понимаю, что я этого человека вижу впервые, он не будет осуждать меня за любой прокол или высказывание. Вот, наверное, это было два раза в жизни. Случайно ли этот опыт, где вы позволили два раза в жизни так сделать, оказался таким кратковременным? Случайно ли он был кратковременным? Да, что там, где вы как раз открылись, позволили другому человеку быть больше, чем вы, в другой раз или во второй, в третий раз вы не пришли. Может быть, я побоялся вот этого чувства? Это просто первая мысль, которая приходит, потому что зачастую я не боюсь. У меня внутреннее ощущение, что я в эти моменты ною. Не знаю, может быть, действительно надо найти. Это достойно уважения. В смысле, мне кажется, что способность человека быть сильным, ответственным за отвечать за свои поступки, иметь возможность защитить свою семью, своих детей, своих друзей, встретиться с дулом пистолета, как вы говорите, будь это в метафоре или за пределами на метафоре, в реальности, это достойно уважения. Но вот это не достойно. В общем, все окей, но только потом вы сидите на успокоительных препаратах, как вы говорите. И лишь вопрос времени, прежде чем успокоительные препараты трансформируются в транквилизаторы, в антидепрессанты. Один раз было, что мне прописали антидепрессанты. Я месяц пропил курс, 37 дней, по-моему, не помню точно. Но вот прям я пришел с рецептом в аптеку, один раз было. Я себя довел, прям довел. А что с вами, кстати, было, когда вы стоялись с рецептом в аптеке и покупали антидепрессанты? Абсолютно ничего. Желание перестать нервничать, желание перестать просыпаться ночью по 2-3 раза. Знаете, я не получаю удовольствия ни от чего в жизни. Ни от чего, абсолютно. Ну, то есть я не говорю физическое удовольствие, я говорю от достижения целей. Сейчас? Вы про сейчас говорите? Да, 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 всю жизнь. Всю жизнь, да. Я ставлю цель, я ее добиваюсь, эта цель для меня уже ничего не значит, я иду дальше. И вот внутреннее желание в этой гонке всей остановиться и вдохнуть, ну что ли, расслабиться. Мне даже советовали на медитацию походить, но я не нашел даже единого раза, чтобы пойти на это. Ну, то есть сил в себе, даже не пытался найти в понимании того, что это действительно может меня просто вот так вот брать, стоп-кран дергать в моей жизни. Есть вопрос в том, хотите ли вы дальше так жить, Андрей. Моя задача заключается не в том, чтобы продемонстрировать вам, что теперь нужно как-то к 30 годам понять теперь, как правильно жить, вот, и теперь начать всем плакать. Друзьям, жене, близким, подписчикам, хейтерам. Хотя, между прочим, если вы начнете плакать хейтерам, я думаю, что они будут в шоке, они подумают, охренеть. И я думаю, что, я думаю, они будут в растерянности какое-то время. До чего мы довели Андрея? До чего мы довели Андрея? Не об этом, но я хочу, чтобы у вас был выбор. Почему? Потому что способность, вот, ну, казалось бы, способность любить, кайфовать от любви, кайфовать от любви других людей, способность испытывать удовлетворение от того, что есть, способность испытывать вдохновение, эйфорию, насыщаться тем, что встречает в своей жизни, она не в отрыве, а находится от всей остальной чувствительности человека. Не может быть так. Вот сейчас мне говорят, Игорь, как получить больше удовлетворения от жизни? А я вам говорю, сделайте вот так. Будь глупостью. Потому что, если мы промажем мимо вот этого момента, такой вашей чувствительности, ранимости, все будет бессмысленно. Потому что, если пойдете на психотерапию, то рано или поздно вы будете прикасаться к тем местам, где для того, чтобы вырасти, и вот это очень важное место сейчас, я скажу, вам нужно стать меньше. Ну, потому что, знаете, вот дети растут, да и взрослые растут, например, с той ступеньки, где они сейчас находятся и живут. Если человек, если ребенку там трех лет кажется, или он хочет делать вид, что он уже там, не знаю, как его старший брат там в одиннадцать лет, ему очень трудно вырасти. Потому что он не может, не имеет права быть трехлетним, четырехлетним, пятилетним ребенком. Он стоит на этой ступеньке, он понимает, что он сейчас всем показывает, что он одиннадцатилетний, а он-то на самом деле здесь. И он этого признавать не очень хочет. И тогда для него единственная задача прыгнуть туда наверх. А это очень трудно. И проблема заключается в том, что когда ему говорят, ты молодец, ты классный, он не может это в себе присвоить. Потому что на самом деле он сейчас пытается быть кем-то другим. Больше, чем он есть. Сильнее, чем он есть. Увереннее, чем он есть. Ну и так далее. Если брать какие-то другие все культурные аспекты, то модно быть, не знаю, богаче, чем есть. Популярнее, чем есть. То, где фокусируется наш разговор, стабильнее и сильнее, чем есть. Потому что мне кажется, что самые сильные люди, это те, которые позволяют себе быть гибким. Так вот, что произойдет дальше в психотерапии. Рано или поздно вы в психотерапии столкнетесь. А вы быстрый человек. Лучше так. Вот так. Да, вы столкнетесь с этим быстро. Вы начнете открываться быстро. И, возможно, даже в этом спорте вы же и на психотерапию пойдете примерно так же. Ну что, я не пацан, что ли? Я могу там про себя рассказать. Уж если уж пришел и плачу деньги. Я сейчас сертификат какой-то на год буду покупать. Через пять минут. Вы откроетесь, а потом проснетесь утром и подумаете. Вот все повторится примерно так же. А надо оно мне. Может, у меня жизнь не так хороша. Посмотрите на свой YouTube-канал, в котором все те же полтора, два, два с половиной, три миллиона подписчиков. Нет, это не скоровый. Не скоровый. Посмотрите и скажете, о, да не, не надо мне вот это вот. Я лучше на массаж скажу. Я лучше на массаж скажу. Надо мне заботиться о себе, скажете вы. И похороните терапевта. В некотором смысле вы таким образом как-то, ну как-то обычно в детективных фильмах говорят, убирать свидетелей. В некотором смысле вот тот самый психотерапевт, который был свидетелем того, что вы открылись, вам придется, вам захочется, и остановитесь вот этого или нет, его уничтожить. Я не имею в виду сейчас сделать что-то агрессивное по отношению, просто убрать свою жизнь. Его нет. Все, его нет. Супер. Такой самый лучший способ этого не делать. Но если вы захотите развиваться, то и получать удовлетворение от того, что вы делаете, и испытывать любовь и купаться в ней, и чувствовать любовь других людей, не только жену локальной купаться в этой любви, и не подменять потребность там, не знаю, в принятии и заботе, потребность в признании, то вы пройдете через этап, когда вы почувствуете, что готовы стать меньше. И вам не нужно больше показывать, что вы сильный, что вы мощный, агрессивный и опасный человек. Я вас услышал. Спрашивать про ваш опыт, сколько в моем случае надо ходить раз в неделю, либо длительность сеансов, либо количество их, не буду. Но я сам осознаю и принимаю тот факт, что мне надо с кем-то говорить, не так, как я говорю в жизни. Да. Я бы даже думал о том, что вот если, сейчас, когда вы говорите о том, что спрашивать, сколько мне нужно ходить в моем случае, я не буду, это означает только одно, что этот вопрос все еще есть у вас в голове, безусловно. Для меня бросить вызов самому себе, понять, сколько мне надо отходить, чтобы я увидел результат. Это проблема. Это проблема. Я даже не буду... Я, знаете, я как бы задаю вопросы, и сам уже где-то внутри за свои 30 лет понимаю, что здесь-здесь есть проблема. И задавая эти вопросы, я все-таки жду вот эту вот какую-то пилюлю. Вам нужно прекращать решать проблемы. Вы из психотерапии устроите пространство для достижения. Вы придете на психотерапию и скажете, так, ну я хочу... Ладно, Игорь, сколько вы скажете? Ну хрен с ним, год. Год нормальная цифра, кстати. Долго очень. Долго очень. Я вообще не представляю, как можно... Блин, да это же на соревнованиях по боксу можно уже выиграть. А если я вам скажу, что средний сет психотерапии, он длится... Ну хороший такой сет психотерапии, 2-3 года. А у меня... У меня, чтобы понимали, я... Мне 46. До сих пор ни одного еще не закончил. Мне 46. Я уже сам 26 лет занимаюсь психотерапией, а в 20 лет принял первого клиента в 94-м году. И я сегодня прохожу психотерапию. У вас есть свой психотерапия? У меня есть психотерапия сегодня. Ну вы впитываете это все? Почему? По своим... Потому что для меня психотерапия в какой-то момент, я не знаю, окажется ли для вас близко то, о чем я говорю или нет, перестала быть... Перестала быть неким, ну достижением. Цель психотерапии у меня утратила всякий смысл. Понимаете, да? То есть если я думаю о том, что завтра у меня встреча с психотерапией, а потом это действительно так, завтра в 9.30 утра у меня встреча с моим психотерапевтом. И я думаю о том, о, прикольно, там же что-то будет интересно, я смогу в себе что-то интересное поискать, в себе что-то обнаружить и рассказать об этом другому человеку. И, возможно, те вещи, которые я от себя долго-долго скрывал, они сейчас появятся. И это процесс, в котором я не ставлю цели. Это процесс, в котором... Вот, например, ну я бы назвал его таким перманентным процессом. То есть вот вы на массаж ходите, это же не значит, что если вы походите там 20 раз на массаж, то вы достигнете цели. Это не значит, что потом через 2 недели, 3 месяца вы не захотите снова пойти на массаж или там в кинотеатр, или куда-то еще. Так вот, если ваша жизнь перестанет быть, что возможно, нормально пока для человека 30 лет, амбициозного, и которого папа и мама говорили, ты должен быть настоящим пацаном, ты мужик, и так далее, и так далее. Но это немножко утрировано. Да, да, я понимаю. И я сейчас немножко утрирую, чтобы показать ситуацию, в которой, конечно, вы будете рассматривать и психотерапию, как некое там, не знаю, цель, и некое пространство для достижений. А сейчас я вылечился на 80%. А сейчас я стал... Спокойнее на 26. Спокойнее. Что произойдет тогда? Вы попадаете, Андрей, в свою же собственную ловушку. Вы станете, внимание, сильнее. А я хочу, чтобы вы стали слабее. Понимаете, да? Поэтому, если вы придете в психотерапию, очень важно... Понимаете, я это осознаю полноценно и понимаю, что надо ходить тогда, когда хочется, тогда, когда не заставляют. В данной ситуации, я понимаю, что мне надо перебороть момент и походить, выучить не просто какую-то книжку по бизнесу, либо по продвижению Инстаграма или еще чего-то, а конкретно выучить методичку какую-то по себе. Да. Потому что, если я много чего-то знаю про что-то, то про себя я знаю совсем чуть-чуть. Да. И психотерапия, на самом деле, начнется не в момент, когда вы придете к терапевту, а в тот момент, то, чем я сейчас пытаюсь быть для вас полезным, а в тот момент, когда интерес к вашей собственной жизни окажется для вас больше, чем желание засыпать без успокоительных. Понимаете, да? То, что я хочу вам показать, и я хоть и говорю вроде бы таким ровным, спокойным тоном, но я кричу вам примерно так. Андрей, ваша жизнь охренительно интересна, говоря я вам. И она гораздо интереснее, чем, возможно, гораздо интереснее в какой-то момент станет, чем то, чем вы обладаете сегодня. Хотя то, чем обладаете, это круто. Я очень хорошо отношусь к успеху, очень хорошо отношусь, там, не знаю, к популярности, к деньгам, к способности зарабатывать самому, обеспечивать свою семью, детей, и ездить на дорогом автомобиле, потому что он удобнее. Я не кайфую от этого всего. У меня день пролетает, я вам даже передать не могу. Я его не замечаю, года не замечаю. Я по-другому немножко думаю. Многие люди там приходят, а я довольно много работаю с довольно богатыми, успешными людьми, они приходят и говорят примерно следующее. Вот если же я сейчас стану вот таким вот чувствительным, внимательным к себе, начну ценить свою жизнь, это же я перестану ценить бабки? Вовсе нет. Если прогнозировать эту ситуацию, я бы думал, что скорее вы, наконец, начнете получать от них удовольствие. Наконец вы начнете получать, рассматривать деньги не как спорт, и не как желание сделать себя больше, потому что вы сейчас стремитесь к безопасности, и вам очень трудно получить удовлетворение от, там, не знаю, простых вещей, удобства, комфорта, заботы и так далее. И если вам ваша жизнь станет интереснее, то я думаю, что скорее всего, вы начнете больше от нее кайфовать. А дальше решайте сами. Вот у многих есть страх, что если я буду больше интересоваться собой, развиваться, быть чувствительным, внимательным к себе, я перестану, там, не знаю, зарабатывать деньги, петь, воевать, конкурировать. Нет, конкурировать я на здоровье. Знаете, что иногда меня пугает? Нет, у меня есть ряд друзей, которые очень сильно углубились в познание себя. Неважно, без имен. Смотреть, читать, цитировать, жить, как люди говорят. То есть они сидят дома, они познают себя, они гуляют по паркам, они счастливые люди, действительно счастливые. И вчера, когда у нас за обедом ребенок запачкался, я понимаю, что мы потратим больше времени на переодевание, а рядом Зара. Мы идем в Зару, и там с Лютранской, спуск на Грещатик, такая Арочка, там постоянно медитируют люди. И сидят люди, медитируют. Я боюсь вот этого. Я боюсь, что в какой-то момент я захочу познать так сильно себя, что уеду в Тибет или еще куда-то. Буду 10 дней молчать, что полезно. Я когда-то 3 дня промолчал, что не свойственно для меня абсолютно. Я боюсь, что я стану тем, кто будет ходить в халате на голое тело по улице, мазать себя здесь. Откажусь от мяса, я нормально отношусь ко всему абсолютно, к феминизму, к геям, к веганам. Я принимаю людей такими, но я не хочу быть ими. И я боюсь, что познав себя, я такой выйду вечером, сяду просто на паркинге и буду сидеть. Грязный, оборванный. Да, я этого не хочу. Если все будет развиваться так, как я описываю, скорее вы станете собой. И тот, какой вы, вы сейчас себя не знаете. Я не знаю. И ту картинку, которую вы сейчас рисуете, себя немножко пугаете. И то не факт, что это произойдет. Более того, возможно, значительная часть вот этих людей, которых вы описываете, ну, которые там, не знаю, раньше получали удовольствие, там, не знаю, от, ну, возьмем, там, ваш случай, который вы опасаетесь, там, от денег, славы, известности и так далее. А потом решили, ну, заняться таким, ну, самоисследованием и духовностью, как это иногда принято называть, то в какой-то момент вы начинаете себя ломать и уходите в пещеру. Я в некотором смысле гедонист, я люблю жизнь. Ну, гедонист слов здесь не подходит, наверное. Как сказал один мой клиент, кстати, тоже один из успешных предпринимателей, производителей алкоголя. Вот он сказал, я понял, почему я хожу к тебе. Я говорю, почему? Потому что ты смотрит на меня так внимательно. Он из 90-х, он бизнес 90-х, его смотрит на меня внимательно в глаза, потому что ты кайфажер. Так же, как и я, говорит, но кайфажер. И вот я о чем думаю, что на самом деле для того, чтобы быть, там, не знаю, свободным, кайфовать от жизни и быть, пусть, духовным человеком, не обязательно уходить в пещеру. Этого не хватает мне 100%. И если вы, и если вы, сидя за рулем своего новенького икс-пятого почувствуете глубокий интерес к своей жизни, либо просветлитесь, то это возможно сделать в любых условиях. Не обязательно для этого одевать монашеские одежды. Мне кажется, вообще этот, ну, тупик. Но если вам почему-то захочется это сделать в какой-то момент, то я не думаю, что для вас это будет тогда проблемой. Но кем мы будем тот путь, куда я вас приглашаю, интересы к своей жизни, он заключается в том, что вы не знаете, каким вы захотите стать. Но то, что вы станете более счастливым, будете больше, больше кайфовать. Вот кайфа и счастья не хватает в жизни. Потому что все в рутине, каждый день. Если вы вдруг через год с такого исследования себя оденете рваной одеждой и сядете на выходе с Лютеранской на Крещатик, ну, зачем же это в Киеве делать? Нужно тогда в более грязное место аутентично ехать куда-нибудь в один из самых грязных штатов Индии, к примеру. Я бы тогда подумал, что вы и здесь себя обманули. Здесь, тут? Нет, сидя в этой одежде. Но я не думаю, что именно произойдет именно так. Потому что это было бы просто очередной концепцией. Знаете, там люди думают, ну, деньги, это же тлен, успех, ничего не стоит. Одеваю я грязные одежды и здесь я снова внимание, если это произойдет вот через год, как вы опасаетесь, скорее всего, вы столкнетесь с тем же высокомерием, только с другой стороны. Понимаете, да? Я выше всего этого, говорите вы. Я раньше ценил бабки, а сейчас я перестал ценить бабки, я выше всего этого. Обратные стороны, Это еще хуже. Да, да, еще хуже. Потому что из этого места выбраться будет еще тренее. Надо научиться не заводить себя в такие тупики. Поэтому, мне кажется, что важно научить, скорее, получать удовольствие от того, что есть. И поэтому для того, чтобы вырасти, нужно стать меньше. Да, это хороший совет, правда. Второй вопрос. Это у нас был первый вопрос только. Я очень сильно ценю, уважаю и люблю женщин, которых я ценю, уважаю и люблю. Ну, то есть, допустим, моя любимая, моя мама, моя дочка. И каким-то образом я когда-то читал давно, в 11-м году «Венеру в мехах». Читали? Мазох. Захер Мазоха? Да. И я где-то себя нашел там. И я вот этим самобичеванием, мазохизмом всегда ведусь на все, чего хотят, что говорят мне вот эти вот любимые женщины. И если мы не будем концентрироваться на маме, либо на ком-то, кто был в моей жизни ранее, а возьмем сейчас, меня очень сильно волнует. Хочу, буду, не буду, взгляд какой-то. Все вот эти вот мелочи, колкости, крючки, которыми женщины привыкли шить нас, мужчин. И я никогда в жизни не позволял себе топнуть, поднять руку или еще что-то. Бывало такое, что слово проскакивало, потому что опять-таки я не из тех людей, которые подставляют другую щеку. Я конкретно на удар отвечаю ударом и не перебираю. Понятное дело, детей не трогаю, но там, неважно, это мама, папа, друг, брат, жена моя. Я в основном, получив агрессию, даю эту агрессию назад и пытаюсь сделать так, чтобы человек понял, что смотри, как мне. Хотя опять-таки человек может это делать неосознанно, а я делаю именно осознанный укол назад. Смотри, как мне. Это ваша фраза внутри, да, звучащая? Этим действием вы говорите смотри, как мне? Да. Я понял. Да, вот я хочу показать, что без какой-либо причины веской, без повода, без ничего человек меня ущипнул. Это окей, это проехали. Но когда человек мне дает пощечину, какую-то эмоциональную, моральную, я хочу, чтобы этот человек испытал то же самое. Но человек может иногда пылить, эмоционально себя вести, неосознанно в каком-то контексте работы, рутины, проблем всего остального выплескивать этот негатив на меня. А я так натерпелся в жизни, что все хотят вытереть от меня ноги, что я уже дубашу всех налево-направо. Конкретно в момент, когда, ну, знаете, как в ладошки играть. Каждый делает свое движение после движения человека другого. И получается, что ты мне, я тебе. и вот меня волнует сперва то, что человек мной манипулирует, пытается вытянуть меня на что-то, в конечном итоге меня ранит, я раню его в ответ, и потом меня волнует то, что я еще и виноват, то, что я ранил. То есть я начинаю забывать о том, что первоначально меня обидели, я начинаю думать о том, что я-то виноват в конце. Я не поступил умнее, я не поступил по-мужски или еще как-то, а я вот попытался в какой-то момент постоять за себя, и вот этот вот большой снежный ком повалился на меня. Прослушали? Нет, все очень хорошо услышал. Проблема в том, что вы, и может быть, мой ответ будет неожиданный, особенно для вас, человек, который ценит искренность. Проблема в том, что вы врете себе. Сейчас ли? И другим людям врете. Нет, не мне сейчас. Вы говорите все то, что вы осознаете. Но я хочу, я хочу подчеркнуть одну вещь, что есть, ну там, не знаю, два уровня, что ли, правды или честности, там, не знаю, один уровень правды, он вот такой, типа, вот я что думаю о вас, то и говорю вам. Это такой способ правды, требующий известного мужества и риска. Ну там, если будете говорить правду, вы наверняка будете не нравиться многим людям. Ну вот, и там же, мне кажется, фильтры есть. Ну то есть, если человек толстый, ему говорить, ты полный, люди ищут подход. Да, да. Да, то есть, мне кажется, даже в таком виде правды. А вы не ищете? О, нет, я очень толерантен. Я понял. Я так иногда могу промолчать, и я не говорю про близких. Близких мы любим, и мы пытаемся им, да, там чуть-чуть более красиво заворачивать слова. А даже посторонним людям иногда, даже там, где человек не прав, я все равно где-то аккуратно не хочу. Вернемся, может быть, к этому немножко месту, потому что толерантность и не говорить о том, что вы думаете, это разные немножко вещи. Но я хочу подчеркнуть другой уровень правды. Вот один уровень правды, он такой социальный, а второй уровень правды, он глубже немножко. Вот, если по-честному, вы используете глагол «ранить», а я буду использовать прямо вот еще и вашу метафору. Что произойдет, что вы почувствуете, если я вас ущипну сейчас? Вот вы, ну, сами использовали этот глагол «ущипнуть». Вот если ущипну, что вы почувствуете? Неприятность. Ну, у меня чувствительная кожа, мне очень, вот это вот, мне очень больно, вот прям больно. Почему вы проскакиваете в это место? Вот это, вы делаете все, что угодно, и весь этот танец крутится вокруг боли, ранил. Что я испытываю, когда меня ранят? Ну, в смысле, кто-то меня царапнет, или там, я пораню руку ножом, соответственно, или кто-то скажет обидное слово, попадающееся в нос, внутрь. Я, естественно, сталкиваюсь с болью. Да. Но дальше вокруг этой боли устраиваете пляску. Потому что для того, чтобы мне прикоснуться к этому месту боли в вас, или, например, пощечину ударю, до того, как возникает гнев, что вы почувствуете? Я не буду пробовать, потому что я боюсь. а знаете, самое интересное, физическая боль меня не волнует. я хочу лишь подчеркнуть, что возникающее место боли, в котором вы теряете контроль над собой. Психологическая боль гораздо больнее. Да, вот мне только... Если женщина, которую вы любите, зная ваши больные места, или друг ваш, который знает вас, говорит им какую-то фразу, например, от которой вам больно, эта боль для вас похожа вообще... Ну, или вы ее проскакиваете тут же, и вместо нее, что я называю враньем. Это так не кажется на первый взгляд. Но я хочу, чтобы прикоснулись чуть глубже к этому месту. Вместо того, чтобы чувствовать боль, позволить себе чувствовать боль. А дальше, дав возможность чувствовать, ваша реакция изменится. Я даю сдачи? Вы даете сдачи. Это лучший способ не чувствовать боль. Следовательно, вы делаете все, чтобы в вашей жизни не было боли. И весь ваш танец, который вы устраиваете вокруг вашей жизни, это чтобы не сталкиваться с этим местом. А я к чему хочу привлечь ваше внимание? Если вы станете чувствительным к месту боли, вы не потеряете... Вы не потеряете власть над вашей жизнью. Ну, например, если вы говорите мне какую-то фразу, я говорю, Андрей, вот то, как ты мне сейчас говоришь, мне больно, ранит. Я не заслужил, по-моему, чтобы ты мне так говорил. В этот момент появляется очень ясная граница. И вряд ли вы будете ее нарушать. Но если вы начнете ее нарушать, только тогда у меня появляется очевидное ощущение, там, не знаю, злости. И сказать, стоп, стоп, я же просил тебя ее не нарушать. И вот это первое... Извините, я вас перебью. Мы с вами начали разговор до старта камер с определенного человека, чью фамилию вы назвали самым популярным в Украине. И он, если я не ошибаюсь, утверждает, что скажите об этом, если человек не понял и дальше продолжает это делать, это не ваш человек. Знаете, наверное, эту цитатую. Я, может быть, ее чуть-чуть немножко меняю, но смысл в том, что мне неприятно, что ты общаешься, допустим, с своим бывшим, ну, там, к примеру, молодым человеком. Или мне неприятно, когда ты не целуешь меня по утрам. К примеру. Это мелочи, да? Это неосознанное, а какой-то... Человек это делает еще раз, еще раз, еще раз. Я же тебе сказал, я же тебе попросил. И когда человек не понимает, что мне от этого неприятно, данный психолог, он рекомендует уйти от человека, это не твой человек. Ну, то есть... Самый простой, дешевый способ жизнь богаче, сложнее обычно, чем вот такое вот описание, особенно если вы примерите на себя, например, там, не знаю, вашу любимую женщину. Мне кажется, что вот просто взять так и уйти, это случается. Я не могу не пошутить на эту тему. Ну, ладно, нет, не буду. Потому что я все равно буду касаться вот этого одного и того же места, которое очень важное, а именно место боли. Вы можете представить себе, вот представьте, я хочу проверить немножко, попробуйте примерить на себя вот такую фразу, но почувствуйте ее своим телом буквально и те чувства, которые будут сверху у нее возникать, эта фраза, когда вы смотрите на колчок, который вас ранил. Можете представить себе любую ситуацию. Просто если вы сейчас представите ситуацию с женой, это для вас будет более безопасный вариант, и вы... более безопасный вариант, вы не почувствуете тех реакций, которые вас останавливают. Вот представьте, что это какой-то человек, который не столь близок и дорог к вам, но тем не менее, который вам сделал больно сейчас. Знакомый. Знакомый, да. Ну, обычно нас ранят те люди, которые поближе к нам все-таки находятся. Представьте, что он нас ранит, а вы... У вас есть привычное желание хук справа, но в этот момент вы смотрите и говорите ему. Вот я сейчас усилю прямо эту фразу для того, чтобы попробовали ее почувствовать. Смотрите на него и говорите. Ты когда так делаешь, мне очень больно. И остаетесь вот так глаза в глаза с ним. Вот попробуйте смоделировать ситуацию. Мне очень больно, когда ты так делаешь. Смоделировать, сказать это или... Да, вот прям сказать, хотите внутри себя, хотите попробовать сейчас слух сказать и послушайте, что с вами будет происходить в этот момент. Ты когда так делаешь, мне внутри очень больно. Я просто не визуализирую вообще некую ситуацию, сейчас я визуализирую человека и которого хотите ударить да да а говорите о том что больно что происходит с вами я успокаиваюсь но прям сразу мне перехотелось бить да по крайней мере в этот момент когда я проявил слабость супер отлично а как вы все-таки давайте чуть-чуть не вы снова сделали такую штуку то что у вас пропало желание ударить супер отлично она так и произойдет поэтому я думаю что ваша такая агрессия она вынужденная уже и привык раб этой агрессии даже не фильтрую же да это мне привычно а теперь вот смотрите на него и говорите мне очень больно какие чувства у вас возникает к себе к нему кроме того что вы успокаиваетесь злость пропадает что появляется еще но ты весь такой пораненный сейчас смотрите на этого человека и говорите мне больно не делай так пожалуйста я открылся и показал свое слабое место так отлично что происходит с вами что тело вас сейчас говорит какие чувства возникает сейчас у меня как грудная клетка раскрывается раскрывается супер уже что-то чувствами у нас не очень хорошо правда не очень хорошо нет с чувствами у меня гипер классно круто но направленно вот именно когда я вектор ставлю а признание вот сейчас вы можете можете довести до момента где я вот так уже начну сидеть как-то типа так вот и я это все понимаю признаю сложно сложно но я понимаю что в этот момент когда это говорю это все просто я вот так вот раскрываюсь теряете ли вы в этом стабильности власть вашу над вашей жизнью над ситуацией думаю что поначалу да поначалу да но в то же время это дает фундамент под ногами для того чтобы осознавать что ничего не произошло для того чтобы я дал ответ понимаете что я называю враньем что я лгую своим поведением до что вместо того чтобы чувствовать боль вы предаете себя и чувствуете злость и будет ли такого что люди начнут пользоваться и меня просто дубасить и я стану просто обычной тряпкой там не знаю я и так по воспитанию подкаблучник потому что я хочу дать женщине все чтобы она была счастливой от этого будущего не воспитана ошибка быть счастливым от того что счастливый человек парадокс заключать следующим как только вы станете меньше у вас появится гораздо больше власти в них отношениях хотите расскажу историю много лет назад это был начало двухтысячных годов кажется так у меня была одна клиентка она страдала абсессивно компульсивным расстройством это расстройство которых характеризуется целым комплексом навязчивых мыслей и навязчивых действий которые она вынуждена выполнять если она не выполняет эти действия качество жизнью рушится она испытывает дикую тревогу в общем это беда просто украд довольно тяжелое заболевание несмотря на то что она такого ну не не грубой патологии но терапии поддается очень плохо и мучает снижает качество жизни просто радикально вот с ней была однажды такая сессия которой мы стали с ней говорить о том что ее границы но нарушают постоянно другие люди садятся на голову как вы сейчас описываете и эта сессия была в группе это была на групповая психотерапия я предложил ей смоделировать ситуацию я говорю о том слушай ну вот а кто тебя все время так достает ну вот кто все время тебя прессует она описывает это как некий внутренний голос что она там ну это и люди окружающие вокруг но ярче всего это проявляется в некотором внутреннем голосе ты должна делать вот это ты от меня никуда не избавишься ты и так далее и говорю давай мы представим этот внутренний голос и прямо мы выбираем из группы одного из участников который начинает играть этот внутренний голос фактически на социальном уровне тот персонаж который садится на голову она все время вот эта девушка вторая она подбегала к ней кричала дергала ее так не убегала боролась с ней кричала уйди отсюда я не хочу чтобы это было в моей жизни мы играли в этом она использовала все способы такой прямой агрессии главная задача она всю жизнь так жила главную задачу заключалась в том чтобы изгнать вот этих нарушителей данном случае этот самый внутренний голос за пределы своей жизни и это мучение продолжалось наверное в этом эксперименте минут 30-40 конце концов она даже этот внутренний голос вытолкала за дверь и держала дверь закрытой а внутренний голос пытался ворваться и ворвался таки в комнату и в этот момент когда все отчаянные попытки выгнать внутренний голос за пределы своей жизни, она вообще потеряла, в этот момент она почти начала плакать. Я говорю, что происходит? Она говорит, мне очень больно. Я говорю, а почему об этом тебе прямо не сказать? Она говорит, а что, вот прямо это, это действует, это же, ну, меня начнут атаковать и насиловать еще больше. Я говорю, попробуй довериться себе. Вот она тихо-тихо, до этого она кричала громким голосом, она тихо посмотрела на этот внутренний голос прямо в глаза и сказала, отойди, мне очень больно, и расплакалась. Воздух просто разорвало в клочья в этой группе, это первый был момент, что вот этот прямо внутренний голос остановился, как вкопанный, и перестал нарушать границы. Самое сильное средство, которое мне известно от нарушения границ, это честность с собой. И когда мы говорим о боли, если нам больно, поверьте, это очень много, ну, возможности управлять этой ситуацией сразу появляется. Ну, то есть, представлять, что кто-то, что-то где-то, да еще и на людях. Я сам по себе актер, ну, то есть, опять-таки, мое внутреннее состояние, я легко играю любую роль. И в виде продукта кино, и в виде в жизни. Но вот так вот признаться, показать, пытаться вытолкнуть, знаете, у меня было бы внутреннее такое, как, блин, что за цирк я делаю? Но конкретная фраза с тем, что попробовать, мне кажется, это может повлиять на меня, потому что, действительно, просто с камерой поговорив, сказал одну фразу без ситуации, где мне не было больно, я почувствовал внутреннее успокоение и слабость. просто слабость. И у вас не стало меньше силы, ведь? Не знаю, с какого момента это началось, но все чаще и чаще я замечаю за собой, что я перерос своих ровесников. Не всех. Берем сто процентов, большую часть перерос. Я перерос своих старых друзей, перерос своих соседей старых. Ну, то есть, в какой-то момент мой успех стал нестандартным для моих людей, для моего окружения. И мне, все чаще и чаще хочется за это оправдываться. Я чувствую какую-то вину, хотя я презираю воровство. Я презираю любую продажу, ну, как проституцию или еще что-то. Я в 18 лет получал колоссальное предложение от женщин и от мужчин. Ну, то есть, там, с тебя тело, с меня деньги. Я презираю это в женщинах, в мужчинах, кому угодно. То есть, но у меня есть внутреннее вот желание при виде каких-то друзей, которые социальным статусом либо материальным статусом колоссально ниже меня, помочь, там, а я рассчитаюсь, а я заплачу, а я, ой, да не переживай, а давай, а давай я тебя подвезу. Ой, а то, а все, слушай, а у меня тут есть, там, ну, неважно, к примеру, там, сертификат в магазин. Ну, то есть, я пытаюсь как-то оправдаться и доказать, что я все тот же Андрей со двора или, там, с школы, но просто вот чуть-чуть, чуть-чуть успешнее. И я этого начинаю стыдиться. Стыдиться прям своего успеха? Да, перед людьми. Вы опасаетесь чего? Что, там, отношения у вас испортятся, что они отдалятся от вас, там, не знаю, что бросят вас? С тринадцатого года, с одиннадцатого по тринадцатый я удалился из социальных сетей. С тринадцатого года каждый человек, который со мной не поговорит лично, считает меня высокомерным, зажранным и, самое интересное, мажором. Ну, то есть, идет визуальная оценка, да, там, по обложке. И девяносто процентов случаев я вот так, господи, я даже не знаю, кто ты. Я даже не знаю ни имени твоего, ни, ничего. Это ты обо мне, а не я тебе. Но бывают моменты, когда при личной встрече мне человек говорит, там, неважно, тет-а-тет, либо после вечера, проведенного в компании, говорит, блин, а я вот совсем у другого о тебе мнения был. Мне казалось, что ты вот, там, гнида, козел и все остальное, там, высокомерный, какой-то такой-такой-такой-сякой. А я такой, ну, окей, ну, ладно, это твое мнение, но если меня спрашивают, у меня внутреннее желание доказать, что я не являюсь таким. И мне внутренне очень часто бывает обидно, что где-то какая-то Светка, Игорь или, там, не знаю, кто угодно обо мне подумает плохо. И мне хочется, ну, вот мне становится стыдно, что, а чем, а где, а как я поступил, что люди так обо мне подумали. То есть я не завишу от социального мнения прямого, которое я читаю, либо слышу, либо, а вдруг кто-то подумает. Но бывают моменты, когда, ну, а почему так происходит всегда? Всегда люди думают, что я высокомерен, а при личной встрече мне говорят, Андрей, так ты, ну, душевный человек, а оказывается, вот все иначе. А оказывается, а я думал, что у тебя папа депутат, а я думал то, а я думал это. То есть я не мирюсь с оценочным суждением, хотя, по сути дела, оно меня не сильно волнует. Но оправдаться за, ну, извините, что я вот такой. Ну, такая двойственная штука. Все-таки эти обратные связи куда-то попадают, потому что вы говорите сразу две, два противоречащих аспекта. С одной стороны, вы не зависти от чужого мнения, а с другой стороны, оно вас прям... Десять процентов и ста, меня цепляет. Десять процентов и ста, это, как правило, люди, которые, которых вы знаете, это более близкие люди, я правильно понимаю? Либо которые, вот сейчас я понимаю, что этот человек чуть-чуть сблизится со мной. И, конечно же, мне его мнение немножко, ну, важно, потому что у каждого человека, там, допустим, да, возьмем десять человек в окружении, и он конкретно сеет ошибочное, либо не ошибочное мнение на десять человек, тот еще на десять, и идет такая геометрическая прогрессия. Опять-таки, в популярности социальной активности и всем остальном много людей что-то думает, но очень маленький процент набирается смелости высказать свое мнение. Ошибочное, не ошибочное, хейтерское, либо, наоборот, запеленной каких-то фанатических и любовных чувств ко мне, он высказывает это, и я знаю, что вот так как этот человек думает еще сотни. А вам кажется, что это перекос какой-то? Большая часть ваших, там, не знаю, подписчиков и ваших знакомых вообще вас ненавидят или нет? А тут, мне кажется, если вот так вопрос задан, то я уже буду тем, кто будет думать, что вокруг меня крутится мир. Я не знаю, я соцопрос не проводил, и мне противоречивая фраза тому, что я говорю, мне все равно, но когда доходит, вот представьте себе, до нашей встречи у вас было мнение обо мне. Вы его сформулировали, не знаю, зашли на мою страничку, почитали, клоун, не клоун, шут, еще что-то. У людей есть такое восприятие, то, что, знаете, как бы на заборе написано то-то, а там дрова, по сути дела. Но когда это личная встреча, и мне лично человек набирается смелости и говорит, что Андрей, а я думал, что ты, ну, вот не такой, какой ты есть. И я понимаю, что такой процент людей очень велик. Начал с оправдывания за успех, закончил тем, что меня волнует, у меня нет других людей. Да, 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 да. Это разные очень вопросы, они все смешаны в один, но я, пожалуй, начну отвечать. Вот вы говорите, что, возможно, я посмотрел там что-то, ну, там, ваш инстаграм или ютуб, и действительно посмотрел. Надеюсь, ютубы вы не смотрели. Это тестирование для себя. Я человек, который какое-то время там общается с людьми. Ну, то есть я ничего другого не умею, кроме как там учить людей психотерапии, мне кажется, я делаю это хорошо, и общаться с людьми, помогая им обнаруживать себя все больше. Я в некотором смысле, знаете, такой сталкер, который находится рядом и видит что-то в другом человеке, смотрит в то место, куда он еще не смотрит. В этом вся моя работа, я ничего другого так хорошо делать не умею, как это. Поэтому, когда я прочел ваши вопросы и познакомился с вашими аккаунтами, я сразу вижу, чувствую два, что ли, слоя отношений. Один слой социальный. И на социальном уровне, вот если бы я был потребителем только контента в ютубе, в очень неприятный человек. Это, я когда смотрю, думаю, а, офигеть. Но я способен видеть больше. Господи, это же профессиональное мнение. Я способен видеть больше. И когда там мне передали ваши вопросы, которые вы хотели бы со мной обсудить, в этих вопросах, я вот даже их вчера только начал читать, я был на группе. Я каждый день так же веду группы. И вот я прочел ваши вопросы, и я поймал себя на очень сильном и ощущении, которое оказалось над диссонансом. У меня по ходу того, как вы формулировали, ваши вопросы, в котором внешний слой. Я пацан, и у меня проблема, все остальные вокруг черви. Я сейчас амплифицирую, усиливаю эту фразу. Появляется очень много... Мне больно. Подождите. О, вы обучаетесь. Я шучу, не больно. В этой ситуации не больно, потому что где-то штука есть. Так вот, то место, которое я себя поймал, на самом деле, я представлял наш разговор сегодня, оно было каким-то из глубины очень сильным чувством нежности, большим к вам. Именно не жалости, а нежности, потому что вы показались мне по этим вопросам, чего я не вижу в Инстаграме и Ютубе. В Инстаграме это картинка успешного человека, и это нормально. Мы все хотим представлять, ну, картинки. Главное, чтобы понимать, что это, ну, в смысле, такой бизнес, например. Но по этим вопросам я реагирую на гораздо более что-то глубокое, что есть. Это уязвимость, хрупкость, ранимость, о чем мы начали, собственно, говорить. Это привязчивость, это ценность близких отношений, это желание быть близко к каким-то людям, которые значимы и важны. Но это, чтобы заметить, мне нужно было с вами разговаривать час, два, ну, так же, как и другим людям это нужно делать. Это мое-то впечатление. Даже не разговаривая еще с вами, оно проявилось в таком контакте. Я, ну, редко испытываю такое прям сильное чувство такого вовлеченности и нежности, когда я просто читал вопросы. А к вам оно было интересно. И это два слоя, с которыми я все время, ну, не все время, в смысле, мы не так давно знакомы, сталкиваюсь в коммуникации. И вот вопрос. Почему это так сильно расщепляется у вас? Почему внешний образ у вас так значительно противоречит тому, какой вы сейчас в этом разговоре или какой вы там с женой, с друзьями? Таким, какой я был раньше, ой, то есть, наоборот, такой, какой я внутри, я был, наверное, до 21 года. Судя по всему, вы такому не нравитесь. Нет, мне надоела та боль, которую я испытывал. Ну, вот, осознанно, наверное, с лет десяти или одиннадцати я начал жизненно ощущать всю тяжесть жизни. Опять-таки, смерть, предательство и все-все-все вот так вот так. И когда ты человеку открываешься, когда ты миру открываешься, когда ты понимаешь, что... А почему? Ну, вот, по какой причине? Я же живу там по каким-то законам. Опять-таки, и в детстве Библию читал, и лет пять, наверное, назад перечитывал. По какой-то причине не все люди так живут. Не все люди ценят доброту, искренность, открытость и душевность. У меня есть телеграм-канал, вряд ли вы его когда-то видели или читали. Вот там. Это единственное место социального поля, где я абсолютно честен, открыт. Там я не боюсь... Это даже какое-то средство коммуникации даже с моей любимой женщиной. О том, что прочти, услышь вот эту мою боль. Услышь вот вроде дневника такого. Да, да, дневник, который западает людям, и, ну, люди прям, вау, разрываются от этого. Там меньше подписчиков? Ну, понимаете, да, конечно же, меньше. Там 20 тысяч было, я долго не писал. Стало 18, но людей читают по 30 тысяч. Ну, то есть для телеграма это большие показатели. Андрей, почему это альтернативы? Почему до 21 года вы жили так, и вам это надоело, а после 20 вы стали, если я правильно понимаю... Роботом. Наращивать себе кожу. Ну, то есть как будто бы для вас это появилось как альтернатива. Я больше не такой, Андрей. Ну, вы вреете себе снова, Андрей. Да, да, да. Я больше не такой, а такой, Андрей. И вся проблема в этом вранье. Ну, вот в этом вранье... Ну, сравнив 21 год и, допустим, 9, мне комфортнее с толстой кожей. Я, по крайней мере... Ведь у вас есть и то, и другое. Да, да, да. Почему вы это так разделяете? Я... Моя главная работа, ну, готовить психотерапевтов. А психотерапевты, это те люди, которые... Это длительный процесс мы, ну, годы тратим. Чтобы подготовить хороших терапевтов, мне нужно 5, 8, 10 лет. Это такой длинный процесс. А психотерапии мы сталкиваемся... А? Да, это... Это вы со студентов делаете или... Ну, нет, как правило, к нам все-таки в программу приходят люди постарше, потому что для студентов этот путь лет 10 минимум. Если это молоденькие студенты, там, 22 лет. В основном к нам приходят программы люди 35-45 лет. Ну, психологи, врачи, но эти люди, которые уже устойчивы в жизни. Потому что психотерапия, это такая, ну, напряженная профессия. То есть каждый день мы сталкиваемся с какими-то историями. Во-первых, болезненными. Во-вторых, с агрессией клиентов. В-третьих, ну, иногда это бывают такие довольно пограничные состояния в терапии. А если мы работаем с группами, это может быть и групповая агрессия. Поэтому терапевту важно быть устойчивым. Это ключевое качество, потому что если мы не будем устойчивыми, то мы будем бесполезными для людей. И вот есть два способа, как формировать устойчивость. Первый способ, и так может показаться на первый взгляд. Что мы становимся менее уязвимыми. Мы становимся с более ясными, что ли, границами. Нас ничто не может вывести из себя. Ну, ты же психолог. Ты должен быть устойчивым. И это путь в никуда. Почему? Потому что, когда я наращиваю эту границу, я автоматически теряю чувствительность. Ну, не знаю. Если бы у вас сейчас на пальцах, на подушках пальцев была, там, не знаю, кожа, как на пятках, только в четыре раза больше. Вот это. Как у гитаристов и скрипачей. Какое бы вы получали ощущение от того, что трогаете лицо вашей жены? Я бы ничего не чувствовал. Ничего бы не чувствовали, верно, да? Поэтому второй способ сохранить, стать устойчивым – это формировать чувствительность. А чувствительность – это то, что делает нас, ну, такими очень, как, быстро падающими. Ну, потому что все больше мелочей цепляет нас сильнее. Именно этим я работаю. И может казаться, что в процессе терапии я очень устойчивый. Но это происходит не за счет того, что я перестал быть менее, стал менее чувствительным, понимаете, да? А наоборот, стал более чувствительным. Мы как-то общались с коллегами, со своими друзьями, психотерапевтами, которые в практике уже лет по 20-25 каждый. И вдруг зашел вопрос о том, вот об этой устойчивости. Выясняется, что все, вот прямо мы начали говорить об этом, все стали гораздо более чувствительны. Вот если спросите меня… Вот сегодня, когда мне говорят какие-нибудь, там, не знаю, обидные слова, близкие люди, там, друзья, там, клиенты мои и так далее. Потому что я тоже, я привязываюсь к этим людям. Когда человек ко мне приходит на терапию год, два, три, я привязываюсь к нему так же. И он становится близким для меня человеком. Так же, как участие моей группы становится близкими для меня людьми. И фраза, которая бы от людей, которые подальше меня бы не ранило, от них ранит. Так вот, я сейчас падаю, я сейчас, ну, усилию эту фразу, ну, типа, теряю равновесие быстрее, чем раньше, гораздо быстрее, но встаю быстрее. Только по причине того, что вы ближе к ним и привязались? Потому что, когда мне становится больно, я знаю, как с этой болью обращаться. Я умею ее переживать, я умею не говорить. Когда меня что-то обижает, я умею об этом говорить. То есть вам в вашей профессии, ваши клиенты, либо коллеги, студенты, кто угодно, могут делать больно? Конечно. Я не представляю, это таким надо быть ублюдком, прийти к вам на психотерапию еще и вас обижать. А ведь это происходит... Неосознанно. Смотрите, как я могу еще одну историю писать. Была у меня клиентка, которая пришла... Вы не повышаете какой-то кодекс, рассказывая историю? Со всеми клиентами, все случаи, которые я сейчас описываю, они все опубликованы. А если они опубликованы, я получил разрешение со всех клиентов, где эти случаи опубликованы. А то потом где-то мой случай вылезет. А ваш случай точно вылезет, потому что... Не-не-не, это какой-то... Если я вам приду и расскажу. Ну, смотрите. Нет. Если я хочу описать какой-то случай, я с самого начала, либо в тот момент, когда понимаю, что этот случай может быть поучительным для меня, либо для других каких-то людей, я обязательно это говариваю. Если это не происходит по ходу, там, не знаю, ну, какого-то время терапии, то когда, например, я пишу книгу, и вдруг мне кажется, что супер... Ну, такой случай, который ярко описывает что-то. Я связываюсь с этим человеком в половине случаев, например, я даже согласовываю, что человек прочтет сначала этот кейс, прежде чем, ну... Ну, и, понятное дело, нет имен, поэтому... Совершенно верно. Более того, обычно в кейсах я меняю пол, возраст, соответственно, чем занимается человек, если это не специфично. Здравствуйте, это телеканал Андрея Тружковского, и у нас сегодня в курсе секретаремии. Да, хорошо, простите, пожалуйста. А Тружковский – это настоящая фамилия? Или вот от слова «тру» правда? Нет, 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 моя фамилия, да. Я думал, может, это псевдоним, а «тру»? Польские корни у нас. Хотя где-то евреи еще потоптались, как я понимаю. Я думаю, что наш разговор очень символичный тогда. Мы с вами половину нашего разговора говорим о правде, о честности. У меня даже номера такие на машине. Да, я видел, я когда подъехал. Я очень сильно люблю правду, правда. Но сам себя часто люблю. Так вот, эта история. Приходит ко мне девушка, у которой довольно трудные отношения складывались, в смысле близости с другими людьми. И в основном мы фокусировали внимание на близости. На ее способность выстраивать близкие отношения с другими людьми. В основном с мужчинами, но и с подругами, друзьями и так далее. Потому что в какой-то момент, когда она встречалась со слишком близкими отношениями, не знаю, знакомы ли это вам или нет, вы об этом ничего не говорите, поэтому вряд ли она знакома. Но, тем не менее, возможно, вы что-то ловили себя. Когда какой-то человек приближается довольно близко, у нее падает ширма. Ну, в том смысле, что она теперь рассматривает этого человека как того, с кем она не хочет общаться. Вот, он не очень достоин, либо, например, там, не знаю, в нем что-то не так. Либо, ничего не говоря, она просто уходила из контакта. И от обратного. Чем ближе человек, тем больше я ему доверяю. Супер, отлично. Мне кажется, вот это очень хорошее качество. И вот в какой-то момент наша терапия длилась, наверное, года два. Ее отношения выстроились очень глубокими. Она вышла замуж, родила ребенка. Принципиально иной уровень качества жизни. Но в какой-то момент она просто пришла ко мне на сессию и сказала, сегодняшняя сессия наша последняя, я ухожу. Я говорю, а что такое, расскажи, ну, то есть, давай мы завершим с тобой отношения. Она говорит, мы ничего не будем завершать, я просто ухожу. Я пытался от нее добиться хоть чего-то, а она стальным голосом мне снова сказала, до свидания. Сел в машину и уехал. И я испытывал очень сильную боль, наверное, дней 5-7. Только потому, что вы были близки? Да. А скажите, пожалуйста, вы узнали сейчас причину? Нет. А, вы до сих пор не знаете? До сих пор нет. Ни разу не было контакта? Ни разу не было контакта. После этого она мне написала пару сообщений спустя несколько лет, в котором она признавалась большой благодарностью за то, что ее жизнь очень сильно изменилась, она связывает это со мной, но ничего не поясняя относительно этого ее такого резкого ухода. Это не стало катастрофой в моей жизни, но если бы я не жил бы в этих отношениях, я бы не поранился. Но если бы я не поранился, я бы не жил в этих отношениях, и тогда я был бы совершенно бесполезен для нее. Поэтому это всегда оборотная сторона. Возвращаюсь к тому, о чем вы говорили. Должно ли быть это альтернативой? Может ли быть Андрей иронимым, и позволяющим себе испытывать боль, и в то же время человек, на чьи яйца особо не наступишь безболезненно? Я очень сильно визуализирую часто, что слышу. Продолжайте. Я поприседаю, да пройдет. Понимаете, да? Это не обязательно альтернатива. Вы такой-такой. Сегодня в этом нашем разговоре вы для меня не просто проявились, но я чувствую вас и таким, и таким. И вчера, до того, как я вас встретил. Но только потому, что у меня есть опыт чувствовать вибрации поля даже в те моменты, когда человек пишет. Смотреть глубже. Я натренирован. Смотреть слоем глубже. Ваши вопросы вас выдают. Ну, в хорошем смысле вас выдают. То есть, если бы я смотрел только YouTube-канал... Я работаю над этим. Мы скоро все уберем. Ну, в смысле, это не значит, что YouTube-канал плох. Я долгие годы вообще не рассказал про деньги. Просто себе. Ну, маслаю и маслаю. Иду своим путем каким-то... Про ваши деньги, в смысле? Про мои. Про заработок, про то, как инвестировать, про то, как заработать. Я глубоко уверен в том, что заработать можно на чем угодно. На семечках, либо на недвижимости. Не имеет значения. И я об этом начал рассказывать. Очень большой фидбэк от аудитории, что, пожалуйста, помоги, потому что это больная тема для наших людей. И люди хотят знать, как мне изменить свою жизнь, как перестать ездить на метро и тому подобное. И я взял вектор, направленный на хвастовство. Выставление на показ и объяснение непростой мотивации «ты сможешь». А смотри, я смог, будучи сыном водителя и бухгалтера, и ты сможешь. Без какой-либо помощи, просто соберись. И я начал забывать то, о чем хотел сказать вам до этого. Ну, знаете, я хочу обратную связь вернуть сейчас. Вы что-то про деньги и про хвастовство начали говорить. Вы говорите о том, что взяли вектор на хвастовство, смотрите, мол, как я зарабатываю деньги, как я живу. Я в состоянии купить вот этот совсем новенький X5, прямо из салона 2020-го, да? 19-го. Хоть не соврали, что 20-го. 19-го года выпуска. Вы такой честный, хоть не соврали. А сейчас вы мне говорите по-другому. Вот я... Хоть и боротную связь. Да, конечно. Что вы говорите сейчас про этих людей, которые могут не ездить в метро, если смог сын водителя троллейбуса и бухгалтера, я правильно? Троллейбуса и такси. Водителя, а, водителя на такси и бухгалтера, ну, перестать съездить на метро и жить в других условиях. И что вас просят о том, чтобы вы рассказывали об этом, и что у вас есть такая миссия, он прямо вот сюда попадает. Но вот когда вы говорите так, на меня смотрите, это прямо вот сюда попадает. В этом чувствуется миссия. Я хочу лишь на уровне энергетики послания писать, потому что я все-таки чувствительный человек энергетическим посланием. Это попадает глубоко меня на уровне и трогает. Ваша картинка с машины или хвостовство не попадает. Понимаете, да? Ну, мы же понимаем, я еще там даю как бы обратную связь от своих друзей, с которыми я работаю по этим всем направлениям. Конкретно картинка, это была, знаете, как нереклама, а... Да, я понял. Я своих, опять-таки, то, что я всегда хочу помочь друзьям, а зачастую еще и друзья мне помогают. И не важно за то, что я Андрей Тружковский или за то, что я просто Тружковский через собачку. Это был пост конкретно, что, ребят, если вам надо вот помощь в направлении таком, в таком связанном с автомобилем, обратитесь к этим людям, потому что я через года их проверил, и они качественные. Соответствуют цена-качеству и еще и, ну, хорошие люди. Я вспомнил, что это сказать. И вчера, когда я проезжал возле остановки маршрутки какой-то или троллейбуса, не помню, возле Демеевской, и там стояло такое количество девушек и женщин, невероятно большое. 8 марта, кто-то с цветами, кто-то без, и я просто понимаю, что мне хочется записать на YouTube видео, где я обращаюсь к людям с словами поддержки, с словами веры, с словами каких-то чувств, потому что элементарно просто надеть на себя какой-то образ. Мне это легко дается, я могу рассказывать о чем угодно, и я верю в то, что люди всегда будут верить в то, что они видят, слышат, либо читают. Ну, то есть телевидение, СМИ, это просто для меня болото. И я в какой-то момент осознавания того, что вот со 2 марта я выбрал вектор, ты сможешь, ты вот это вот все, я понимаю, что вот не могу я, у меня ломает внутри, я хочу этого, я буду это делать, но я хочу дозированно давать немножко чувств, немножко жизни, любви и понимания того, что, блин, ну мне жаль, что ты девочка, что ты женщина, что неважно мужчина. Я когда вижу дворника, у меня внутри просто умирает часть меня. Мне так жаль наших людей. Я хочу помогать. У меня, опять-таки, на том же Ютубе есть видео, где я просто прихожу, показательно плачу за бабушек. Все говорят, вот, вот это хайп, это хайп, ты это делаешь неискренне. Но вы себе представить не можете те сотни и тысячи человек, которые мне присылают потом фотографию либо видео. Андрей, я сегодня стояла и просто поняла, что эта бабушка откладывает масло. И вот эти вот моменты слабости, конкретной эмоциональной слабостью, что есть образ, который примерно собирательный из Андрея как такового. Но и есть чувства, которые я скрываю. Хотя моя жена Сабина, она говорит, Андрей, тебе надо в Инстаграм и на Ютьюб публиковать то, что у тебя в Телеграме. А я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу быть слабым. Почему? Я даже думаю, вот, ну, все-таки такая, я бы хотел вернуться к этой своей обратной связи, к своему впечатлению. Вы вроде бы на уровне реально такого сильного послания миру, ну, в моем лице сейчас, когда вы говорите, меня это трогает. И вы здесь живете. И вы говорите о том, что мне хочется говорить о жизни, о любви в контексте денег. Вместо этого вы делаете то, кем вы не являетесь, по сути, если я правильно понял. И тогда это, я уже не хочу снова произносить слово вранье. Я утрирую. Я бы сказал, утрирую. А зачем вам себя так кидать? Я сейчас не про зрителей. Я уверен, что если вы будете вести канал, в котором вы будете хайповать на темах, которые интересны 20-25-летним, то вот эта риторика хвостовства, она может быть удачной. Но цена вопроса как будто бы слишком велика, ведь вы настолько глубокий, сильный, настоящий в этой фразе, я хочу про жизнь, про любовь, про деньги в этом контексте, там, где вы открываетесь настоящим. Я не хочу, вот это слово настоящим, пафоса у него много. Там настоящий, а тут не настоящий. Нет, я думаю, там и там вы настоящий. Но здесь вы, ну, здесь я вас чувствую, я могу вас осязать. Здесь вы попадаете прямо в меня, а вы от этого отказываетесь. Ну, по сути, вы в некотором смысле реализовываете, Андрей, я сейчас усилию специально этот тезис, такой некоторый глобальный суицидальный проект, вот то, что у вас есть глубокого, сильного, мощного. Суицид по мне или по обществу? Нет, вас. Вы убиваете в себе то, что может быть, что может быть... Моим самым сильным качеством, да. Самым сильным качеством. Ну, потому что, когда вы звучите, у вас меняется, ну, в смысле, я мог бы описать, как меняется ваше лицо, и вы могли бы на эту тему дискутировать, и что это лицо в таком изменении от одного к другому, там говорит об этом, но поскольку я хочу прикоснуться все-таки к силе послания, вы предаете себя каждый день. А это и есть та часть, потому что я понимаю, что слабый, чувствительный человек редко добивается успеха. Да, вы гоните. Вот я слабый, чувствительный человек, я один из самых успешных психотерапевтов в этой стране. Не спорю, тоже поинтересовался. Да, я не пытаюсь быть кем-то другим, я плачу на группах, я плачу с клиентами. Смотрите, я бы не сказал, что вы слабый. Просто у вас род деятельности такой, слушать, слышать, не бояться своих эмоций и не бояться принимать эмоции других людей. У вас такой же род деятельности. Примерно. Примерно, вы так же общаетесь с людьми. Какая разница, были бы вы с Толеваром, ну, наверное, это было бы труднее. Я бы вот так сидел без двух пальцев. Но имение востребованное. Но вы человек, который общается с людьми, если у вас есть дар вашей глубины, то вы тупо поступаете предательски по отношению к себе. Вам решать, как... Знаете, я довел свой даже, вот если мы возьмем канал, до такой точки, что уже просто катастрофа. Ну, непонятно, что нравится, что не нравится. Бывали миллионы просмотров. Сейчас десятки тысяч. Понятное дело, внутри оно... Немножко ты вкладываешь деньги, ты стараешься, ты делаешь. Не окупается. Я сейчас нахожусь в точке не возврата, а наоборот. Вот у меня сейчас много дорог передо мной. И, может быть, этот диалог, эта встреча повлияет на то, что я действительно попробую вектор развития. Окей, здесь пробовал, получалось. Потом все равно уже... Ну, когда играешь, больше энергии тратишь. Когда скрываешь свое яство, больше энергии тратишь. Попробую, может быть. Это не совсем правда. Если быть внимательным, вы заметите следующее, что больше энергии вы тратите тогда, когда вы являетесь собой. Но магия всего этого. Если вы являетесь собой, вы в этот момент, когда вы являетесь собой, вы как будто бы подключаетесь к некому такому универсальному полевому генератору, к какому-то источнику вселенской энергии. Вы восполняетесь больше, чем тратитесь. Вообще быть собой затратнее. Вибрации мощнее, сильнее. Откуда послание, попадающее в зрителя, в клиента, в меня сейчас? Оно от объема энергии. Вы тратите больше энергии. Но вы пополняете больше. Поддаю и получаю, да. Если вы пытаетесь быть кем-то другим, вы только тратите. Хоть и меньше тратите, но вы ничего не получаете извне. Кроме суррогата в виде признания, которое я уверен, Андрей, мы эту тему не трогали, но я просто уверен, что вы не умеете, не потребляете, не питаетесь им этим признанием. Вы его слышите наверняка часто со стороны других людей, от подписчиков, от ваших друзей, коллег. Волну признания, я уверен, помимо хейта, который есть, но я уверен, что вы его не очень впитываете, не очень питаетесь этим. Поэтому вы выглядите тотально голодным человеком. Но мы эту тему пока не трогали. Проблемы с щитовидкой. Да, это из-за этого. Скажите, пожалуйста, вопрос, которого не было в списке. Вы всегда в том месте, где прикасаетесь к чему-то более глубоко, начинаете шутить. Вот вопрос, который не был в списке. Скажите, пожалуйста, это защитная реакция? Да. Я всю жизнь шучу и всю жизнь просто могу на любую тему. На любую тему, в любое время дня и ночи, на любом мероприятии, будь то свадьба или похорон, пошутить. Если вы перестанете шутить, в смысле шутить не нужно перестать. Это нормально, супер. Я люблю деятельность с чувством юмора. Если вы сделаете небольшую паузу, вам хочется уже посмеяться, паузу в 2 секунды, вы заметите очень быстро, не знаю сразу ли, но в течение короткого времени, что на самом деле вам неловко, вы смущаетесь и, возможно, даже вам стыдно. В зависимости от того, насколько глубоко, близко вы в себя в этот момент... Стыдно за то, что я хотел сказать? А? Стыдно за юмор? Нет, нет, нет. Мои вопросы, походу, так же, как, возможно, вопросы, какие другие люди или комментарии. Это не весь юмор, но значительная часть, по крайней мере, того, что происходит сейчас между нами. Мне своим вопросом удается попасть в зону гораздо более интимную, чем вы были до этого. И довольно быстро. То есть был такой скачок, вы были... Поверхность ваша, вы были вот здесь. Что-то цепляет вас здесь. И в этот момент вы выдаете стремительно... Да, шутку. Ну, какую же шутку. Поэтому, скорее всего, интимность — это что? Вы обнажены, оказываетесь. Но если мы обнажены, мы испытываем естественное, совершенно чувство смущения. Почему, например, так, если в какой-то компанию на разговор заходят о сексе, например, говорить о нем на уровне каком-то личном, глубоком, интимном невероятно трудно, если это не там долго идущая какая-то терапевтическая группа, положим. Люди начинают ржать сразу, шутить, ржать, рассказывать анекдоты и так далее. Всем весело, и это здорово, но смех выполняет функцию сброса напряжения. И тогда вы снова обнуляетесь, вы снова в безопасности. Поэтому, да, я думаю, что если вы научитесь наблюдать за теми местами, но особенно в разговорах таких по душам, да нет, шутите после этого на здоровье. То есть, если вы, это не значит, что вы станете скучным в рваных одеждах на крещатике с пятнышком на лбу. Андрей, что случилось? Да просто 9 марта к психотерапевту сходил. Так, хорошо, давайте дальше. Если вы научитесь это смущение испытывать, это не значит, что вам нужно сейчас о нем рассказывать. Просто наблюдайте за ним. И тогда вы по-прежнему будете шутить, но не будете убегать от себя. Пожалуйста. А в каких-то местах вам больше не захочется шутить, но это не значит, что вы станете скучным и нудным. Просто в каких-то местах думаете, о, прикольно, надо подумать об этом. И дальше все шутите. Но это на автомате, это тоже уже выработанная такая привычка. У меня был период жизни, когда был подростком, студентом, мечта уехать со страны. Здесь сложно, здесь тяжело, родители не смогли, я не смогу. Вот это, знаете, навязанное чувство какой-то невины, а безысходности. Но не было предпринято ни одной попытки сделать это. Дальше жизнь повернулась так, что в 16-м году мне насильно пришлось покинуть страну на неопределенный срок. И не было понятно, что будет дальше, так сказать, с моим паспортом, с гербом. Я уехал, ситуация пошла на спад, все наладилось, я смог вернуться. И вернулся в момент, когда я пытался получить документы в другой стране. Это не получилось. И я вернулся. И так получилось, что таких попыток после было еще три. И я даже продавал квартиру, машины, все, собирался, уезжаю, начинаю. А страны разные или все время на этаже? Все время на этаже Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Меня тянет туда, это прям место, где я себя чувствую живым. И даже близкие люди говорят, когда у тебя есть проблемы. Это то место, где в любой там фейстайм, сториз, или неважно, что, когда видно твое лицо, либо звонок, ты всегда улыбаешься. Если здесь я улыбаюсь только когда я хочу улыбаться, то там это перманентное состояние моего тела, моей души и эмоциональная составляющая с утра до вечера. В трех попытках, неважно на месяц, на два, на три, вот все, уезжаю. В конечном итоге я не могу прийти к тому, что да, я готов или да, я могу. Внутренне или внешне я оправдываю тяжело одному. Нет любимого человека, нет брата, нет родителей. Есть друзья, но это друзья наживные, с которыми я общаюсь только когда там. Вот мне интересно. Я искренне сейчас бы признался, что я бы поменял бы свою жизнь и уехал бы, пробовал все заново, начать в другом месте, где мои дети были бы защищены. Потому что здесь у нас в стране чем круче, выше ты становишься, чем выше твой забор вокруг твоего дома, который надо в любом случае строить, все равно в какой-то момент находится человек, который просто перелазит либо под ковом заходит к тебе. От этого не уйти. В любой стране, но в других странах этого меньше. А в чем ваш вопрос? Вы подозреваете, что у вас есть какие-то здесь психологические ограничения, да? Ну, это такой вопрос гораздо более сложный, потому что требует более такого детального, тщательного разговора и знакомства. Вопрос, наверное, ни одной встречи, ни одной сессии. А как это все время происходило? Вы просто обламывались на уровне документов? Ну, типа, объективные обстоятельства такие? Или сами устраивали как-то что-то, что похоже на саботаж? Остаться всегда можно. Это эмоциональный саботаж под видом «Господи, как я соскучился». И имея возможность купить билет назад, имея возможность вернуться в тот комфорт, который есть в Украине, к работе, к близким, к недвижимости, к автомобилю, ну, там, понятное дело, что в США это все либо в аренду поначалу, либо ты должен дойти до этого момента. Потому что, опять-таки, не имея документов, ты ограничен. Либо это слабость, с которой я столкнулся в каком-то возрасте 21, 22, 23 лет, когда вот как сложно начинать сначала делать что-то. Либо это все-таки действительно эмоциональная наша советская ответственность за родителей, которой нет нигде в мире. 18 лет, все, ты свободен, мы сами по себе. Либо это незаконченные отношения, что 100% было на тот период жизни. Либо это все-таки понимание того, что я не смогу или мне это не надо. Я вот не могу найти ответ. Ну, мне кажется, что вы немножко спешите. Вот я бы здесь присмотрелся просто. И имеет смысл оглядываться больше и чуть больше начать здесь осознавать. Потому что пока вот в том, что вы говорите, как будто бы желание, стремление и сама вся тенденция уехать в Америку правильно и здоровое. А то, что вы хотите возвращаетесь в итоге сюда, это какой-то невроз, условно говоря. Сейчас вы так это представляете. Но потому, что вы меня сейчас описываете, я бы не был столь категоричен. Вы уверены, что вы очень хотите уехать, но ограничения не позволяют это сделать. Почему вот этот второй вектор, когда вы говорите, вы начинаете там скучать, он хочет вернуться там, не знаю, в этот комфортный свой способ жизни. Есть люди, которых вы любите. Ну, понятно, что часть близких людей с вами могли бы уехать, но какие-то остались бы здесь. Наверняка вы привязаны к чему-то, что происходит здесь. И вот вопрос. Уверены ли вы, что вторая тенденция остаться здесь в стране, она нездоровая? Ну, потому что из того, как вы мне сейчас рассказываете, у меня пока такая картинка не складывается. То есть более нездоровое желание уехать? Не знаю. Я бы на вашем месте не пытался бы сейчас, исходя из этих скудных данных, принять решение. Потому что вы почему-то берете, может быть, уехать в Америку, типа, что там так хорошо вам будет, то, что вы улыбаетесь и смеетесь, совсем не означает, а если вы пойдете на психотерапию, все начнет меняться. Совсем не означает, что там лучше, чем здесь. А пока те исходные данные, которым вы апеллируете, они такие поверхностные. Я понимаю, трава зеленее, извините, я вас перебью. Трава зеленее всегда, но с чем связан вопрос? С тем, что 4 года есть мысль, есть желание, есть попытки, и внутри понимаешь, что, блин, да останься ты с первого раза, все, уйди там в какое-то нарушение закона. Это тоже, Андрей, это попытка решить проблему, то, что для вас свойственно. Вы привыкли решать проблему. Или убежать, вы сами не знаете пока что это, понимаете, да? Я верю в то, что для любого события, там, не знаю, когда, там, не знаю, учитель приходит в жизнь ученика, когда книга вам попадается. Возможно, эта наша встреча не случайная также оказалась. Также переезд в другую страну, он является следствием, когда человек понимает, что это, ну, правильно. И мы можем сколько угодно бороться с прокрастинацией, пытаясь, там, не знаю, обнаруживать какие-то ограничивающие факторы убеждения, прорабатывать их, потом двигаться. Но на самом деле, может оказаться так, что прокрастинацию-то мы поборем, а это путь человека стать несчастным. Ну, не знаю, вот хочет, он не знаю. Вбил он себе в голову, это концепция такая у нее, что нужно заниматься вот таким бизнесом, например, да? Или, например, делать вот это. Что-то я не начинаю, что-то не начинаю. Приходят к правильным пацанам куда-нибудь, к какой-нибудь бизнес-клубу, они ему говорят, ты молодец, ты можешь, давай, начинай. Они его втягивают, бух, начал, вот, потом начал, бабки начал зарабатывать, бах-бах-бах, потом через 30 лет остановился, понял, что жил зря, застрелился. Ну, сколько таких случаев? Очень много. Почему это такие кризисы, они внезапные? Потому что человек просто не отдупляется, что он живет не своей жизнью. Вот я скажу, что здесь есть страх того, что либо я поступил правильно, что вернулся, либо, господи, а не обернусь ли я через 10 лет, и не скажу, какой же ты идиот. Поэтому, может быть, сейчас, что бы вы ни сделали, уехали, либо остались, исходных данных как будто мало. Может быть, вам стоит наблюдать за собой. Если вы будете приближаться к себе, там, глядишь, там, риторика канала сначала поменяется, потом что-то начнете сделать, там, не знаю, в близких отношениях, качество жизни изменится, а потом оно само появится, вы либо едете, либо нет. Либо поймете, что уже поздно. Не хочется сожалеть, поэтому, наверное, надо с ним разобраться. Но это не то место, где вам нужно сейчас принять решение. Я думаю, что имеет смысл вам больше посвятить время сейчас себе, чтобы начать обнаруживать себя, какого-то еще другого и дать право ему на жизнь. И после этого, или оно случится, и вы уедете в Америку, а может не в Америку, а во Францию, либо останетесь в Украине и будьте счастливы в любом случае. А сейчас, чтобы вы не сделали, будьте несчастливы. Знаете, с чем это еще связано? У меня с детства есть мечта, которой я только сейчас начал прикасаться. Я ее постоянно отодвигал на задний план. Это, опять-таки, не было в вопросах, но раз уж мы общаемся. В двух словах, мне всегда нравилось быть актером. Я никогда не ходил на театральные кружки в детстве, не выступал ни в школе, ни в садике, никогда, нигде. У меня не было боязни, у меня не было потребности. С 2010 года я работал актером. С 2017 года и в театре уже иногда играю. Сейчас сам снял свой сериал, где у меня две роли главных. Ну, то есть, я прихожу к своей мечте посредством своих финансов, потому что на кастинге я прихожу. Идет первая оценка. Либо я не умею показать людям себя. Злой. Не наш персонаж. Все. Ну, ты негативный персонаж, ты нам не подходишь. Будь то кастинги ведущих. Где-то работал ведущим, где-то не работаю. И у меня всю жизнь было понимание того, что есть Голливуд и есть желание сняться в большом фильме. Все чаще и чаще с ростом и развитием интернета получалось то, что я узнавал, что мои старые друзья, мои какие-то там близкие, знакомые, они уже в Голливуде. Они давно снимаются в многомиллионных фильмах. И будучи там, идя в Калифорнии по Голливудским холмам, видя вот эту надпись или приходя на кастинг там в кино, и мне говорят, вы нам подходите, но у вас не те документы. Имея хороший английский, имея какое-то понимание того, как учат Станиславский, либо... Неважно. Имея опыт и желание, я понимаю, что я все равно отказываюсь от своей мечты и возвращаюсь к тому, где мне не надо вот эти вот 10 лет опять идти к успеху. А я сейчас, имея свой бизнес, имея свои какие-то дела, я получаю автомобиль, машины, путешествия, рестораны, все то, чего у меня не было в жизни никогда, оно у меня есть. А уйдя в то, чего я хочу, предавшись вот этому вот огромному желанию воплотить свою мечту в реальность, я все-таки где-то могу оступиться и получить ту жизнь, где мой знакомый, оказывается, уже год как плавает на лодке где-то в океане, просто положил еду и поплыл. Какой-то знакомый ушел в горы, молчит, кто-то уехал в Китай и пропал без вести, потому что он ищет себя. Вот я все-таки боюсь, отдавшись своей мечте, которая может быть навязана. Опять-таки, я этого не знаю, надо разбирать. Боюсь. Пока не знаете. Да, вот это, наверное, тоже еще очень важная штука, по которой мне надо пообщаться с человеком, который поможет мне понять. Нет сомнений, что в том, как вы звучите, в этой мечте есть что-то настоящее. Я не знаю, ну, то есть, только вам в какой-то момент станет понятно не просто ли это такая придуманная концепция успешной жизни или это глубокая мечта. Но это целый путь, который имеет смысл проделать. И там его можно проделать, там, не знаю, психанув, вот все обрубив, уехав в Америку, попробовать, сделав документы и попасть в Голливуд. Это такой очевидный путь, который складывается. Вот. Но я не эксперт в этом пути, я не очень знаю, как устроено это. Боюсь истаться с разбитым крытом. Да. Но мне кажется, что чем больше вы начнете внимать, уделять после нашего разговора, надеюсь, времени себе, своим желаниям и больше им, ну, присматривать своим, своим чувствам, которые вы проскакиваете, потому что на самом деле о наших желаниях настоящих, о наших потребностях, скажем так, потому что желание это то, что лежит на поверхности, а потребность то, что питает это желание. Потому что мы можем, желание это что? Ну, например, я желаю иметь, не знаю, вот эту одежду или эту машину, например. А потребность, которая лежит в основе, она там, потребность скорее там... Чтобы спинка не болела. Да, да, да. Чтобы спинка не болела. Или там в признании, например, меня уважает, честно, начнут или там, не знаю, в безопасности, или еще чего-то, например. Вот. Так вот, чувства, с которыми пока вам трудно обращаться, трудно их, но дифференцировать, но небольшой помощи вы начинаете это как раз замечать, но все больше и больше. Чувства нам нужны не для того, чтобы чувствовать просто. Это, ну, самое дешевое их значение, мне кажется. А чувства нужны для того, чтобы вы оказались ближе к своим вот этим настоящим, что ли, потребностям, которые есть, да. И если сферу чувств вы разовьете, вы получите ответ на свой вопрос, а хочу ли я этого правда, либо это просто такая... Надуманная, навязанная. Мечта, как в этом, аризонская мечта с розовыми или голубыми, не помню, там этими, кадиллаками стоящими на обочине. Вот, поэтому... Надо копаться. Да. Я думаю, что если вы сделаете центром себя, то со временем все ответы на ваш вопрос придут, и многие из ответов придут не через год, а раньше, какие-то попозже, но это постоянный процесс исследования себя. Более того, я скажу там, так, что чем больше вы будете интересоваться собой, тем больше шансов, почему психотерапия никогда не заканчивается. Через 20 лет там будет еще интереснее. Вот то, как мне сейчас интересно, как устроена моя жизнь, сейчас гораздо больше, чем, когда я впервые попал на психотерапию, когда начал ей учиться там 20 лишним лет назад. Вот сначала учился в правду НЛП, там не надо было заниматься своей терапией, а потом я попал в гештальтерапию, и там уже, ну, поскольку в НЛП я работал тогда какими-то техниками, технологиями, а гештальтерапией с собой, все другого инструмента у меня нет. Своя чувствительность, свои какие-то реакции, свой контакт, свое любопытство, все, у меня больше ничего. Я слышал про эту терапию, но никогда не пробовал, надо будет попробовать. Поэтому вам станет еще более интересно, и это хорошо, качество жизни при этом ваше будет усиливаться, и вполне возможно, там, когда мы встретимся с вами через какое-то время, вы будете уже голливудским актером, это... Я буду медитировать, либо бухать. Но я не за крайность, это сто процентов, я за осознанное и трезвое принятие решений. У меня вопрос немножко такой любовный, причем я даже не знаю, стоит ли его задавать, потому что он такой широкий, что просто, мне кажется, вы устанете его слушать, прежде чем мы придем к тому, что будем что-то обсуждать. Поэтому постараюсь опять-таки кратко. Я всю свою жизнь встречаю сложных женщин. Всю свою жизнь я с ними борюсь, справляюсь, они моя мотивация, они вот просто не локомотив, а как какое-то ускорение, как турбина моя, то есть, ну, не спереди, а сзади меня толкают. И это все большая сложность, нагрузка на меня, эмоциональная, физическая, моральная. И так получается, что я осознаю, что все трое моих серьезных отношений, они были токсичными. И я по какой-то причине не могу понять, не почему люди, а почему я выбираю такую женщину, не будем брать, там, идем в детстве или еще куда-то. Вот встретилась мне женщина, я ее полюбил, она полюбила меня. Пришли мы к пониманию того, что не клеится, расходимся, и все равно возвращаюсь к токсичным отношениям, к незавершенным каким-то вот этим вот штукам, может быть, не имея опыта того, как это правильно делать. И вот когда-то, я с 16-го года начал верить в астрологию, начал интересоваться ей на уровне один звонок в год. И вот мне мой астролог сказал, у тебя кармическая любовь. Что-то типа из прошлой жизни тянущееся. Что-то, наверное, да. Или вот психологи-психотерапевты сказали, незакрытый гештальт. Хотя я, если вы меня спросите, как википедия, что такое гештальт, я вам не скажу. А психоаналитики бы сказали, а не похожи ли ваши возлюбленные на вашу маму или бабушку? Или на короняк прабабушку? Ни на кого не похожи. Может быть, прабабушка. Да, может быть. И понимание того, что по какой причине мне нравится жить на гвоздях? Почему мне нравится, когда вот то, что мы начинали с вами, мне делают больно, вот эти вот все проблемы, но в то же время понимание того, что это моя мотивация самая сильная, что я делаю семимильные шаги, даже скачки вперед. И я ну, то есть осознанно сам себя веду на фронт вот этой вот войны. Ну, да. Смотрите, какая история. Тут два аспекта того, о чем я отвечу. Первый, если вы правда хотите разобраться в том, а чужие вы наступаете на одни и те же грабли, то имеет смысл потратить на это довольно длительное время. И это имеет смысл сделать на регулярной психотерапии. Но второй аспект сейчас нивелирует все то, что я сказал в первом. В подобной ситуации есть два вектора. Один вектор это тот, который для вас похож сейчас привычен. Задайте вопрос, доколе? Что же я выбираю? Или, например, а почему я выбираю одних и тех же женщин? Ну, астролог вам уже сказал, что это, ну, кармическая любовь. Следовательно, вам придется, ну, копаться в каких-то предыдущих воплощениях. Что за труднительно. Ну, по крайней мере, сделать это самому, либо психотерапии, которая этим не занимается, это затруднительно. Мой опыт, вот все-таки там, я уже там больше четверти века работаю в психотерапии, говорит о том, что этот вопрос, ответ на этот вопрос, почему, вообще не имеет никакого смысла. Вы можете потратить либо полжизни, либо там, не знаю, если вы захотите себя убедить в этом ответе, потому что вы же, у вас сейчас в этом напряжении есть, вы говорите, ну, почему, ну, почему, ну, почему. Вопрос креативности вас и вашего терапевта, прежде чем вы объясните себе, почему. Вот если бы мы с вами начали говорить, почему я не хочу этим сейчас заниматься, то и попросил бы, давайте мы побудем сейчас креативными и ответим на этот ваш вопрос, почему. У нас есть 15 минут. Поверьте, за 15 минут мы создадим от одной до трех концепций, почему вы косячите в отношениях. Почему я говорю сейчас немножко со стебом, потому что мне кажется, это не имеющим смысла, более того, опасным. Опасным почему? Потому что сейчас вы не очень, ну, как будто удовлетворены тем, как складываются отношения с женщинами, что вы все время возвращаетесь в токсичные отношения. И есть двигатель, который на это работает, энергия есть. Сейчас вы эту энергию хотите потратить, на объяснение. Как только вы объясните себе, энергии станет на 90% меньше. Оставшиеся 10% все равно же будет колбасить. Вы уже понимаете, как-то, почему вы косячите. А жизни от этого ничего не изменится. От объяснения ничего. Более того, объяснение успокаивает, и, как правило, оказывается конечная точка. А, я понял. Это в моей жизни, потому что все. Все. И, как правило, это путь в никуда, в неудовлетворенность, и глубинность, широко в несчастье. Это второй вектор, самый главный, вот к которому я хочу привлечь ваше внимание. Мы строим те или иные отношения только по одной простой причине. Вы наверняка это вот сейчас в своей жизни можете заметить. Вы чувствуете одно и то же в себе. Вы совершаете одни и те же действия в себе по отношению к этой женщине замечаете и видите отклики. Вы по этой территории ходили много раз. Верно, да? Вы думаете, почему же я туда хожу? А я хочу вот подчеркнуть вот второй вектор. Если вы научитесь замечать что-то, что не вписывается в этот вектор, любые новости, вот сейчас отношения вот так строятся, это прям магия, это будет работать. Просто на это нужно время. Если вы научитесь сегодня в ваших отношениях заметить что-то, что не соответствует той привычной модели и концепции, ну то есть обычно я чувствую вот это, а что еще я чувствую? О, оказывается, еще вот это. Оказывается, помимо злости в этом контакте, я еще чувствую, например, там, ну не знаю, в нашем случае, когда мы говорили, там, боль или радость, или нежность, или что-то еще, понимаете, да? Вот, если вы научитесь это замечать и вносить в контакт, эта концепция, это, согласитесь, гораздо более выигрышная штука, начинает разрушаться изнутри. То есть я хочу предложить вектор, который не объяснит вам, почему вы наступаете на грабли, а разрушить этот стереотип, в котором вы живете. Если вы в своей любимой начнете замечать что-то, что не видели раньше, ну, например, там, вернувшись там сегодня домой, за тем же вечером вы вместе ужинаете, просто как-то, помните, раньше в моем детстве в вашем уже, наверное, нет, был такой журнал «Веселые картинки» или «Мурзилка» там эти. Не застал я. «Найдите 10 отличий». Вот две картинки, найдите 10 отличий. Вот можете обнаружить три новых каких-то вещи в мелочах, вот не в противоположности тому, что было, а в буквальном мелочи. Да, задавшись новой реакцией, новое чувство, что-то в глазах у другого человека, родинка на другом месте, где вы не видели, интонация другая, выражение лица иное. Понимаете, да? Если вы в каждой новой ситуации, там, встречи, будете замечать, если не каждый раз, это не страшно, какую-то новость и прямо будете увлекаться этим, я вам гарантирую, что ваши отношения изменятся гораздо быстрее, чем если вы потратите полжизни на выяснение почему. Почему? Да, это не имеет смысла. Просто пробуйте сегодня жить немножко честнее, чем вчера. Честнее в том смысле, что замечать что-то, что еще есть, неправдивее, правдиво вы и так живете, это супер. Честнее замечать то, чего не видели раньше и давать этому право быть в контакте. Ваши отношения начнут меняться. Вот прямо. Ну да, я понимаю, что нет смысла копаться в прошлом. Нет. Да, лучше в настоящем. Скорее всего, что-то найдете в прошлом. Скорее всего, если вы умный, образованный человек, а это так, будете разговаривать с другим умным, образованным человеком, скорее всего, вы накреативите массу вещей и вспомните, что ваша прапрабабушка, по материнской линии, она, оказывается, была замужем за кем-то, у них были какие-то трудные отношения. Вот. И у вас сейчас прямо... В конечном итоге еще и фильм на эту тему сниму. Да. Вы сами сказали, это ваше профессиональное видение. Я силен, но я так слаб внутри, что я уже кроме этой силы ничего в своей жизни не вижу. Я просыпаюсь каждый день в 7 утра, я ложусь спать, и вот у меня просто роботизированный, ненормированный график, где я понимаю, что вот эта популярная фраза, господи, как не хватает часов. Но когда я попадаю куда-то, и мне удается просто вдохнуть и выдохнуть, и полчаса, час, побыть просто в тарелке супа либо в чашке, мне не хочется ничего. У меня количество непрочитанных уведомлений, оно сумасшедшее. И я понимаю, что я не заработаю здесь, я не получу какой-то плюс эмоциональный, будь то мероприятие либо поездка. Я отказываюсь от чего-то, но прям наслаждаюсь вот этой тишиной и непосредственно сегодняшний день и мое желание принять ваше приглашение на эту встречу, для меня это как пойти в спа. Я вот просто сейчас два часа наслаждаюсь собой. У меня такого в жизни практически не бывает. Я всегда наслаждаюсь чужими вопросами, чужими проблемами, чужими ситуациями. А в своих все, что у меня из своего, это надо зарабатывать деньги. Это надо что-то платить, что-то покупать, куда-то ехать, куда-то бежать, что-то делать. И я стал за собой замечать, что если раньше я довольствовался двум гривенам в день, когда был в школе, в университете, я довольствовался пяти, это мой был бюджет на день, пять гривен. Сейчас я перестаю считать не потому, что у меня стало больше, а потому, что я просто не кайфую от этого. Я не получаю удовольствия, вот абсолютно ни от чего. То есть, опять-таки, это может выглядеть, как будто я хвастаюсь, я никогда не был на островах. Мы полетели в медовом месте на острова. Я сижу как на речке у бабушки. То есть, я точно так же лежу на каком-то полотенце, загораю. Я точно так же ем еду или получаю какой-то сервис, как в Египте или в Турции. Но я, глядя на эту красоту невероятную, и моя любимая сидит рядом и говорит, господи, пости какая красота. А я смотрю, я думаю, блин, да как-то нет. Ну, вроде, я этого не вижу. Я за всем этим марафоном, куда я попал, вот я выбежал, все, я понимаю, что мне надо добежать. Хотя я не знаю, где эта ленточка. Абсолютно не знаю. Когда она будет. Сейчас у меня большое желание детей иметь своих. И несмотря на то, что есть десятилетняя дочка, которую я обожаю, души вненечаю, я понимаю, что хочется вот Манюнечку свою биологическую. И где-то внутренне я понимаю, что это просто цель. И вот это вот не боязнь сейчас говорить вам о том, что может быть потом я пожалею, глядя это видео со своей любимой, опять-таки. Либо мама моя мне позвонит и скажет, а как это вот так вот. Я понимаю, что я за этим всем, за этими вот этими шторами, которые перед нами, не вижу солнца. И вот есть большое желание заметить солнце, получить его лучи, насладиться и дышать не потому, что мне надо это для сердцебиения, а дышать потому, что это приятно. Хорошая новость, Андрей, больше не нужно воевать. То место, куда вы идете и то место, куда вы должны прийти, оно одно, оно здесь. И если вы заметите эту вещь, что вы больше не должны вести войну, что вы больше не должны сражаться и что все, что у вас нужно для счастья, уже есть. И если вы обнаружите, вы в первой части своего текста стали говорить о том, что я не принимаю в себе слабость, если вы научитесь хотя бы уважительно к ней относиться, то вкупе с этой первой частью вы заметите, что в этом колоссальная мощь. Что на самом деле в том, как вы живете, в том, что есть сегодня в вашей жизни, в том числе и в вашей боли, и в вашей уязвимости, и в ранимости, и в злости, и в агрессии, и в желании нести некую миссию, обучая людей обращаться с деньгами, и ваша уязвимость и привязанность по отношению к женщинам, и желание неодолимое им, ну, как там, их поддерживать и угождать, в этом все есть правда про вас. И если вы научите это признавать, а не выбрасывать одну часть и увеличивать другую, вам не нужно больше стараться быть кем-то другим. И в этот момент вы поймете, что все уже есть, и вот он закат, он прямо здесь. Потому что, когда вы смотрите на закат, на самом деле, ну, тут же отворачиваете, вам нужно бежать. Потому что, даже если вы этого не делаете, острова могут вас замедлить. С Мальдива особо никуда не убежишь. Туда 500 метров, здесь 800 метров, и все. Все остальное океан. Вот. но физически-то мы можем вас остановить, приземлив туда самолет, но не психологически. То есть, если вы все время внутри себя будете бежать вперед, вы никогда не увидите закат. Это значит только одно, что вы не очень цените себя таков, какой есть. Мне даже кажется, что в ходе этого разговора и по окончании я вас ценю больше, чем вы. что у меня к вам гораздо более глубокое и уважительное отношение, чем вам к вашей жизни. Ну, когда вы сказали про войну, я шутку сдержал, а сейчас, ну, вот они и комплексы. Спасибо большое вам. Я действительно провел замечательное время. Я вам благодарен. Я, вернувшись к началу нашего разговора, в жизни не обещаю того, что не могу выполнить. Поэтому я вам не буду обещать, что я буду посвящать свою жизнь поиску ответов на свои вопросы с профессионалом. Но мне искренне и до этого разговора, и после, и во время хочется выделить время в своей жизни на то, чтобы разобраться с собой. Тем более то, что я сказал вам и то, что вас, если зацепило что-то в нашем разговоре, то это уже необратимо. Спасибо вам большое. Спасибо.